Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала! В этом выпуске речь снова пойдет о востребованности различных профессий в странах Европы. В современном мире образование и престижная профессия играют важную роль в жизни человека. Начиная со школьной скамьи, школьники задумываются, какую профессию выбрать и студентом какого высшего учебного заведения стать. Люди без образования вряд ли могут рассчитывать на хорошую должность и высокую зарплату в чужой стране. А вот специалисты с опытом смогут найти применение. Главное, что нужно знать, между вами и гражданином своей страны они на 100% предпочтут своего при равных других условиях. Поэтому подготовьте варианты на случай неудачи, а лучше позаботьтесь о месте работы еще дома. Получите рабочую визу и место в компании до сбора чемоданов. Сейчас самыми востребованными профессиями в мире являются врачи, медицинские персоналы, фармацевты, инженеры, программисты, строители, повара и водители. Складывается ситуация, что самые престижные, популярные и важные профессии страдают от недостатка образованных, грамотных и квалифицированных специалистов. Некоторые государства облегчают вес представителям творческих профессий. Для таких стран талантливый человек, продолжающий творить на их территории, большая честь. Да и новые лица способны существенно разбавить национальную сцену искусства и заинтересовать потенциальных зрителей и читателей. Например, в Германии люди искусства, работающие на себя или занимающиеся фрилансом, могут получить вид на жительство. Предполагается, что получатель не привязан к работодателю и нуждается в готовом контракте с ним, чтобы въехать в Германию. Главное условие – фрилансер должен работать в сфере, которая экономически выгодна для того города, где он хочет обосноваться. Во Франции же существует программа «Паспорт для талантов», которая подразумевает выдачу вида на жительство сроком на 3 года. По истечении этого срока можно получить карту сроком на 10 лет. Участник программы может заниматься профессиональной деятельностью в рамках определенного проекта. Подразумевается, что одобренная кандидатура внесет свой значимый вклад в сферу культуры Франции. Популярные профессии в Италии среди иностранцев в основном связаны с сезонным, туристическим направлением и сельским хозяйством, и неквалифицированным трудом. Это домработницы, официанты, грузчики, няни, уборщицы, дворники и сиделки. Встречаются вакансии для преподавателей английского языка в итальянские вузы, школы или обучения в частном порядке. Пользуются спросом обладатели творческих профессий, дизайнеры, модели, художники и фотографы. Да, друзья, время искусства идет, и сегодня профессия архитектора также является востребованной во многих странах. Специально сочетает в себе различные области знаний, искусства, науку и технологию. Это специально сочетает в себе креативное и инженерное мышление. В будущем она немного трансформируется благодаря развитию высоких технологий. Следовательно, профессионалу такого профиля необходимо освоить 3D-моделирование, взаимодействие с роботизированной техникой и инновационные разработки в создании городской инфраструктуры. Хотя для поступления на архитекторские программы требуются высокие баллы по математике и научным дисциплинам, все же решающим фактором является наличие креативного и правильно составленного портфолио, позволяющего членам приемной комиссии оценить потенциал будущего архитектора. Хорошее портфолио должно демонстрировать разные грани вашего творчества и стиля исполнения проектов. Идеальным вариантом является включение в него работ, в равной степени отражающих основные этапы вашего творческого пути. Одна третья работ, выполненных в период учебы, если вы уже проходили какие-либо курсы по архитектуре. Одна третья работ, выполненных в период работы или стажировки, пусть даже краткосрочной. И одна третья работ, выполненных в личное время, демонстрирующих вашу увлеченность архитектурой. Большинство университетов советуют иметь портфолио от 9 до 12 работ. Дизайн в наши дни стал одним из ключевых факторов успеха многих компаний, как утвержденных лидеров рынка, так и быстро растущих стартапов. Однако новые технологии меняют форматы и увеличивают значимость дизайна не только для высокотехнологичных отраслей, но и для индустрии моды, интерьера и архитектуры, что увеличивает спрос на профессии дизайнеров, творящих в более традиционных отраслях. Что касается профессии хореографов, предпочтение дается тем, кто в прекрасной физической форме. Небольшой вес при высоком росте и развитая мускулатура – огромные плюсы для людей, которые много двигаются на сцене. Большинство составляют девушки, но юноши тоже востребованы как активные участники шоу-программ. Дает преимущество любое образование, потенциальному профилю и опыт реального участия в выступлениях. Не обязательно за рубежом вполне подходят российские площадки, но умение пластично двигаться под музыку проверяют обязательно. Здорово помогает знание иностранных языков. Кроме стандартного английского пользуются спросом арабский, турецкий и китайский языки. Любой другой тоже полезен при общении со зрителями из разных стран. Круассан – много вкусного контента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова